Алексей Ильич, Вы один из старейших преподавателей Московской Духовной Академии. И хотелось бы услышать, какие самые яркие впечатления у Вас от Ваших первых лет, проведенных здесь, в Академии. Преподаватели, духовные наставники, братья-студенты. Сейчас совсем другое время, другая жизнь. И мы не вполне понимаем, чем на самом деле жили студенты 50 лет тому назад, например. Мне можно сказать это, учитывая разные стороны жизни школы. Поскольку мне пришлось поступить сразу в выпускной класс семинарии. В четвертый класс? Да, в четвертый класс, да. То я не имею никаких впечатлений о том, как начинался курс лекции, курс уроков в той же духовной семинарии. Когда я пришел уже в этот класс, то, конечно, это уже люди, которые заканчивали ее фактически. И поэтому попал в атмосферу уже достаточно такую зрелую с точки зрения подготовки. Может быть, первое, что на меня произвело наибольшее впечатление, конечно, это школа была совсем небольшой. Это сейчас у нас, конечно, по нескольку групп в классах. Сотни студентов. Да, сотни студентов. Там это очень небольшие были классы. И поэтому достаточно они были дружными. Но, с другой стороны, хочется сказать, что преподаватели, как всегда, как, я думаю, может быть, и сейчас, ну, конечно, всегда, да, очень отличались друг от друга. Были действительно люди горящие, которые буквально зажигали своими лекциями, своими уроками. Ну, и были люди, которые выполняли просто свой... Послушание. Разница, конечно, в этом есть. Вот так. Мне запомнился особенно Николай Николаевич Речко, который вел греческий язык. И поскольку, как всегда, студентов очень мало, которые хотели бы заниматься языком, тем более древнегреческим, то мы весьма искусно, учитывая его огненный характер, пытались его отвести от языка. И вам это удавалось? Задавая ему какие-нибудь такие вопросы, когда мы искали вопросы, он отвечал, никаких вопросов. Но мы говорили, ну, а вот, спустя, вот сказал такую вещь, он, как сказал, такой гересь! И, в общем, он распалялся буквально там на 15-20 минут, мы все сияли от восторга. Но он, Николай Николаевич, это был просто, просто только слабенькая, слабенькая тень другого профессора, который преподал латинский язык. Это был Николай Михайлович, по-моему, Николай Михайлович. Вот, видите, уже даже начинаю забывать, потому что, да, очень, очень это было давно, очень просто невероятно, невероятно давно было. Там мы поступали гораздо проще и гораздо, конечно, интереснее, поскольку мы говорили, например, что вот такое-то, называли имя, завтра уходит в армию, и он очень бы хотел сфотографироваться. Он спрашивал, ну, я, конечно, да, но когда? Мы говорим, сейчас, сейчас, потому что больше у нас нет времени. Ну, сейчас же урок. Ну, ничего, Николай Михайлович, ничего. Его, да, мы его звали все амикус, то есть друг, да, всё по-латыни, да, и он соглашался, и целый урок, мы только тем и занимались, что переставляли парты передние назад, задние вперёд, также кафедру туда. И вот целый урок проходил в этом. Наконец-то, торжественно он садился в центр, мы вокруг него остановились и фотографировались. Фотографии до сих пор, кстати, такие есть, причём нередко, поскольку мы довольно часто использовали этот метод, он поддавался. Нередко, тогда еще фотоаппараты какие были, плёнка, нередко плёнки не оказывалось. Вот так мы щёлкали пустые фотоаппараты, да, но он был очень деликатный человек, он никогда не требовал фотографии, поэтому иногда мы ему давали, когда фотоаппарат был заряжен. Плёнки, да. Да, это, конечно, истории были такие очень приятные в том отношении, что урок латыни пропадал, ну и потом весело было, конечно. Алексей Ильич, ну вот интересно, казалось бы, обстановка, не предполагающая каким-то углублённым занятием богословием, философией, и вот появляетесь в этой среде вы, как в течение полувека, такой лидер и духовной школы, и, пожалуй, одна из самых известных личностей, профессоров в средствах массовой информации. Я не знаю, кто ещё из наших, и не только из наших профессоров, настолько известен в самых широких кругах. Вот как вы сформировались именно как апологет? Вот что здесь, почему именно апологетика? Всё-таки апологетика в то время, это был вызов, это был очень серьёзный вызов атеистическому времени, идеологии советской, да и вообще в целом как-то не было у нас популярно рассказывать о защите веры. Да, вы правы. Когда мы обучались в семинарии и в академии, то даже слово «атеизм» практически не употреблялось, тем более не давалось никакой критики. Но два, так сказать, фактора обусловили вот такое моё направление преподавания и в огромной степени, и даже жизненной такой ситуации. Первое, конечно, это влияние, очень мощное и сильное влияние моего духовника Игумена Никона Воробьёва, с которым я проводил немало времени и с которым, конечно же, мы обсуждали эти вопросы. Вопросы науки и религии, науки атеизма как такового, его слабых, я бы сказал, не только мест, а его слабости в принципе. Так что в этом плане я был достаточно подготовлен очень сильно. Дело в том, что Игумен Никон был человекообразованнейшим, просто образованнейшим человеком. Он прекрасно знал, кстати, философию, историю философии, знал немецкие и французские языки, древнегреческий язык. Кстати, он тоже, он читал Новый Завет, по крайней мере, совершенно свободно на древнегреческом языке. И, кстати, такой эпизод, характеризующий его, когда его арестовывали, то всё отбирали, и он даёт маленькую такую книжечку, маленькую книжечку, говорит, а можно мне это взять? Эти листы смотрят, какая-то тарабарщина. А это был Новый Завет на древнегреческом языке. Они посмотрели, берите, если вам это надо. Так что, и вот он в тюрьме, значит, читал, читал Новый Завет по-гречески. Он был очень образованным вообще человеком, и поэтому мог действительно давать ответы мне, можно сказать, практически на все вопросы, которые меня смущали, или которые передо мной ставились. Причём я по своему характеру так не очень сговорчивый, и поэтому я, так сказать, свои возражения всегда ставил в достаточно прямой форме. Кстати, он мне очень помог и в знании даже истории философии. Вот, кстати, интересный духовник. С одной стороны, он давал мне читать Иоанна Лесевича, даже «Жития святых», «Отцов некоторых добротолюбий». С другой стороны, он мне подсовывал читать Владимира Соловьёва, Хомякова. То есть он давал довольно такой широкий круг знаний, благодаря которым можно действительно как-то уже обоснованно утверждаться в своём мировоззрении. И, конечно, вопросов возникало огромное множество, но он же мне, читайте, гомперсы, древнегреческие мыслители, этих фалесов, Анаксимандров, Анаксименов. Это было очень интересно, и возникало довольно много же вопросов. Вот. И так что, видите, уже своего рода апологетическая, так сказать, подготовка, она уже складывалась довольно серьёзно. И это был первый такой самый мощный фактор, который обусловил, так сказать, моё становление в этой области. Другой, чисто, я бы сказал, внешний. Когда я окончил аспирантуру в 64-м году, то мне поручили тогда читать неведомый предмет, никому неведомый, какой-то экуменизм. Я и сам его ничего не знал. Вот так вот. Представляете? Да, я помню меня в профессорской спрашивали... Читать в аспирантуре? Да, в аспирантуре читать, не в академии, в аспирантуре. Я помню, я спрашиваю, а что это такое экуменизм? То есть, нет-нет, э-коммунизм. Э-коммунизм что такое? Я помню, всё, улыбался. Но на следующий год скончался Старкатовский Михаил Гафангелович, который читал апологетику в Академии. И я стал параллельно с аспирантурой читать именно этот курс апологетики в Академии. А ещё через год плюс и в семинарии. Ушёл Талызин Владимир Иванович тоже в тот мир. И таким образом просто случилось внешнее преемство. Так что, и когда я начал читать апологетику, то я стал выписывать журнал «Наука и религия», «Вопросы философии». Да, потом «Наука и техника», по-моему, кажется. Ну, вот эти журналы выписывал много. И я совершенно спокойно стал разбирать даже некоторые статьи и на уроках давал критику тех положений, которые высказывались там. Мне было очень интересно. Мне никогда никто ни одного не сделал замечания такого рода «прекратите заниматься критикой атеизма». Это в те годы 60-е годы. Казалось бы, всё под колпаком, всё контролируется. И что? И я увидел. Оказывается, эта боязнь у моих профессоров была обусловлена предыдущим опытом трагедии. Гонений, да? Да, вот именно. Оказывается, можно было. Мне бы совершенно спокойно. Там органы сказали бы ректору, ректор мне бы сказал, знаете ли, потише. Ничего подобного. Я критиковал атеизм совершенно спокойно и ни одного замечания. Так что, оказывается, можно было. Я был, конечно, очень рад. И продолжал в этом духе читать лекции. Но не только. Апологетика тогда, видите ли, она включала в себя не просто только апологетику в чистом виде. У нас же не было истории философии. И я стал включать в свой курс, а преподавать пришлось и на первом курсе, и на втором, и на третьем. Вся академия. Да. Я стал включать историю русской философии. Ну, немножко. Вот, оказывается, откуда это всё пошло. Да, вот так. Историю греческой, конечно, философии. И историю даже европейской. Ну, всё это, конечно, немного. Но всё-таки. Всё-таки, хотя ребята могли иметь какое-то представление. Так что апологетика оказалась у меня в более широком плане. И историю даже религии. Но это уже в семинарии на выпускном классе. Поскольку, опять-таки, истории религии у нас тоже не было. Вот. И там я хотя бы по одной лекции, но давал представление о буддизме, об индуизме, об исламе, об иудаизме. Да. Вот так. Так что пришлось охватывать в то время очень широкий круг. Ибо нам не позволяли в то время ещё ввести очень многие предметы, которые необходимы, мне кажется, для надлежащего кругозора будущего священника. Вот так. Так что видите, каким образом я встал на эту почву. Вот эти два фактора. Один, я бы сказал, внутренний, психологический, я бы сказал, даже духовный. Игумен Никон, который тоже был апологетом в своей натуре. И второй, чисто внешний, я бы сказал, промыслительный. Алексей Ильич, а вот интересно, когда вы стали публично выступать активно, это уже в 90-х годах, когда всё-таки изменилась радикальным образом ситуация в государстве? Или ещё до этого времени уже приходилось, кроме конференций, я имею в виду такие публичные лекции, на которые собирается всегда большое количество людей, которые очень востребованы, в которых вы рассказываете не столько апологетику, сколько основы христианства в доступном изложении? Ну, с конца 80-х годов. В конце 80-х годов. Вообще, конечно, в 88-й год он явился таким переломным. Рубеж. Да, это всюду. И после этого. Но, конечно, наибольшая активность, это 90-е годы и дальше. И дальше. Да до этого времени и трудно было даже представить себе, чтобы могли... Организовать что-то. Да, чтобы представить духовной академии и пригласить в университет, например, какой-нибудь. Это же был просто нонсенс. Да, это было невозможно. Ну, вот с самого конца 80-х годов и дальше уже стало так постепенно, конечно, но стали приглашать. Алексей Ильич, ну, интерес к вам как богослову, как к нашему профессору не уменьшается и по сей день. И вот мне интересно услышать из ваших уст, а вы, как лектор, видите изменения аудитории. Сейчас чем аудитория, которую сегодня вы видите со сцены, отличается от той, которая была, например, в 90-х годах? Или, в принципе, вопросы плюс-минус те же самые? Я не замечаю особой разницы. Конечно, вначале, может быть, было больше вопросов, касающихся того основного направления атеистической критики, которое было в советской прессе. И именно вопросы так, вопросы наукой и религии, да, противоречия между ними, гонение на церковь там или гонение, напротив, на науку со стороны религии. Это, может быть, было больше. Сейчас... Как-то это не особо волнует, господин народ. А сейчас, да, сейчас, я бы сказал, больше вопросов характера такого практического. Характера, понимания страданий, например, особенно детских страданий, детской смерти, да, вот, понимания войны, особенно на фоне происходящих событий, как понять войну, как понять гибель невинных людей. И, конечно, масса вопросов, самая большая, пожалуй, группа вопросов – это относительно болезни, скорбей, семейной неурядицы, разводов. Да, вот таких вопросов. Конечно, встречаются и вопросы, вопросы богословского характера. Эти вопросы есть, то же самое ставят, но как-то они, по-моему, несколько реже. А вам не кажется странным, что большую часть вопросов, адресованных к вам, составляют именно практические вопросы, которые, по идее, должны были бы разрешаться на уровне обычного прихода, обычных батюшек? Очень часто, то есть не часто, но иногда я прямо говорю – спросите своего батюшку. Потому что есть вопросы, ну, такие, которые, я говорю – простите, это, ну, надо спросить у священника. Но очень уже часто, действительно, когда прямо приезжаются, мы не получили ответа, спрашиваю. И я нахожу такое, в частности, объяснение, что когда началась так называемая перестройка, то мне это говорили и епископы знакомые, они начали руку полагать направо-налево. Людей совсем не подготовленных, часто не имеющих никакого просто богословского образования, ни одного класса семинарии. Вот. И ясно, что такой человек, став священником и ничего не зная, и если у него нет никакого интереса к самообразованию, то вполне понятно, что он не может ответить на очень многие вопросы. Просто не может. И поэтому, поэтому уже задают вопрос, ну, тому человеку, который преподает, и в надежде, что, может быть, он-то, он-то ответит. Это вот главная причина, что очень много священников было рукоположено, которые совсем не были подготовлены. Но, видите, на должность можно назначить и можно снять. А у священника совершенно другая ситуация. Алексеевич, вы знаете, буквально на днях я беседовал с одним журналистом из светского журнала, и мне была высказана очень интересная претензия. Претензия, обращенная в адрес православной церкви, нашей русской православной церкви. Говорит, а покажите мне вашу церковь. В каком смысле покажите? Ну, тут где она реально в обществе? Вот что вы говорите человеку, когда он приходит в храм? Ну, как что? Молитесь, поститесь, исповедуйтесь, причащайтесь, и после этого пошел вон. Говорит, а мы хотим не этого. Мы и хотим не молиться, поститься, исповедоваться, почищаться. Мы хотим, чтобы вы нам дали, как обществу, четкие правила жизни. То, что сейчас называется лайфстайл. Чтобы этот лайфстайл был православный, был русский, был наш. А мы не знаем. Точно так же, как мы приезжаем в какую-нибудь исламскую страну, мы понимаем, что это исламское государство. Все тут внешнее, пожалуйста, оно повсюду. Если ты не такой, у тебя будут проблемы. А вы можете предложить, как церковь, такую модель образа жизни? С вашей точки зрения, наиболее правильную. И вы знаете, я начал размышлять над этим. Мне такой простой вопрос, как показалось сначала. Это вопрос законный. И он обусловлен, в частности, особенностью христианства, или я бы сказал, даже православия. Дело в том, вы упомянули, например, ислам. Там всё проще. Так же иудаизм. Там главный акцент делается именно на внешней стороне религиозной жизни. И поэтому она, эта сторона, допустим, в исламе, она поддерживается, она постоянно на виду. Её достаточно хорошо увидеть. Контролируется. В неё войти очень легко и стать таким же. Потому что сама, сами религиозные, так сказать, совокупность религиозных истин, там очень небольшая. В этом отношении, в вероучительном плане, допустим, он очень прост. Очень прост. Вот. И поэтому там очень легко войти в эту среду. Православие же характеризуется тем, что здесь как раз эта внешняя сторона, она является только своего рода прихожей или вторичной стороной. А основное внимание обращается на духовное состояние человека. А вот именно принципы духовной жизни, они как раз и являются той стороной, которую не так, ну, просто усвоить внешнему человеку. Ну, начните вы, говорит, внешнему человеку. Вот необходимо смирение. Он скажет, а что это такое смирение? Что это, завитость какая-то, покорность, пассивность? Надо объяснять, что это такое. Прямо объяснять. Вы скажете, промысли Божиим. А что это такое промысль Божий? Что Бог хочет, то и делает? Да. Или Он вообще ничего не делает? То есть, в нашей плане, что такое любовь? Боже мой, сколько тут категорий этих различных видов. То есть, православие, скажем, в этом отношении, это религия, которая требует буквально усилий, даже ума и воли для того, чтобы понять, что это такое. И только тогда, если это возможно, если мы смогли бы объяснить, что это такое, тогда станет понятным то разнообразие, я бы сказал, самих внешних форм, которые мы находим, в частности, у нас, в практической сфере жизни. И почему одни, там, мы назовём их консерваторы, другие, там, либералы. Это всё мы можем даже понять. Это первая причина и главная. Вторая причина, конечно, что наша церковь очень большая. И здесь унифицировать даже хотя бы эту внешнюю сторону жизни – это очень непросто. причём основной-то принцип нашей веры какой? Всё-таки свобода, а не насилие. Можно, конечно, издать такие рескрипты, да, по которым не повернёшься ни вправо, ни влево, но это будет уже не то, это будет даже неправильно. Поэтому мы видим эту свободу. И отсюда, когда требует от нас, скажите, где и как это найти, то мы прежде всего отвечаем, что суть православия не в этой внешней стороне. Мария Екибинская ничего вообще не исполняла. Вообще просто ничего внешнего. Антоний Великий не был даже, не имел священного сана. Никто его в монахии не построгал, потому что и не было таких никаких чинов. Но он был великим. Вы видите, что они знали? Канонику, догматику, что они знали? Они знали с точки зрения даже современного студента богословия. Но это комарик, нуль, капельку. И кем они явились? Вы слышите, что такое православие? Это вовсе не совокупность вот этих внешних норм поведения. Поэтому, а это усвоить как раз, и, кстати, не только усвоить, а это даже предложить, в чём суть дела, в чём заключаются основные принципы духовной жизни. Это бывает не так просто, потому что для этого нужно действительно познакомиться с учением святых отцов, и, прежде всего, аскетических, конечно, отцов, познакомиться с этим, указать на эти законы духовной жизни. Законы именно, не какие-нибудь правила. Правила второстепенные, а законы духовной жизни. И вот здесь сразу тупик. Почему? Оказывается, трудно. Трудно понять, трудно воспринять. Трудно как? Сходу. Нужен именно труд. Я в этом смысле говорю трудно. Труд нужен, чтобы это понять. Но тогда только, поняв суть, тогда мы поймём, что формы внешней жизни, они всё-таки не являются какими-то абсолютными, а здесь довольно широкая гармошка. Вот так. Вот таким образом. Алексеевич, у меня сразу два комментария, которые даже скорее будут некоторыми попытками возражать уважаемому заслуженному профессору. Ой, 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 как страшно. Первое. Всё-таки вы говорите как профессор. Если бы вы оказались в положении обычного, простого приходского священника, вы бы увидели, что большая часть прихожан, как вообще большая часть людей, они живут вовсе не какими-то размышлениями. Они живут тем или иным той или иной традицией. Вот он привык у себя в семье, его родители научили утром вставать, чистить зубы, убирать кровать, не врать, стараться честно зарабатывать. Он всю свою дальнейшую жизнь, скорее всего, пойдёт по этому направлению. Приучили к чему-то другому, пойдёт другим путём. И только единицы, это очень небольшая прослойка людей, которые в состоянии отрефлексировать качество своей жизни. Как они живут, почему они живут. которые сейчас редкость люди, которые просто читают и просто думают. Они потребляют информацию, её, простите, не пережёвывают, так скажем... Глотают. Глотают, даже не пережёвывают. Поэтому то, что вы говорите, оно прекрасно. Оно работает только в том случае, если человек способен к тому, чтобы продумать, как жить. Это моё первое возражение. Есть ещё второе. А можно на одну сначала ответить? А потом второе. Вы правы, констатируя этот печальный факт. Тенденция свести христианство чисто к внешней форме, поведенческой форме, обрядовой форме, я бы сказал, даже законнической форме, она всегда присутствует. Это наиболее близко нам. Это нам понятно и хорошо. Я пощусь, я хожу в храм, я ставлю свечки, я заказываю, всё. Всё, я православный. А что у меня во внутрях? Там и зависть, и злоба, и ненависть, и обманы, и лукавство, и прочее. Ну, это внутри, у кого это нет, и всё. Видите? Это беда. Я скажу, беда. Это страшная беда. Это одна из тех причин, по которым православие, лучше сказать, христианство, потому что это касается не только нашей же церкви, это касается христианства в целом, да, исчезает из мира. Думаете, случайно, что это на Западе уже там идёт такое уничтожение христианства? Причина в этом внешне. Юридизм, католицизм – это же, так сказать, общеизвестный такой факт, и он привёл к таким катастрофическим последствиям. У нас вот это, именно обряду, так сказать, вере, оно является также одним из тех печальных факторов, который низводит христианство на уровень, скажу даже так, ведь можно дойти до полного язычества. В язычестве только главное, что нужно было – сделать, что сделать. А православие говорит, не что сделать, а как себя изменить, свою душу очистить. Это уже невероятно. Вы обратите внимание, какая погоня за чудесами. Это потрясающее. Все ищут чего? Чудес, чудес и прозорливости. Мало кто ищет. Как же мне победить свою эту зависть зелёную? Что с ней сделать? А в этом и суть православия. В этом, а не в том, чтобы исполнить эти нормы церковного поведения. Вот в чём дело. И потом, это первое и главнейшее, но потом, вы-то, конечно, знаете, что одно дело – быть праведным, другое дело – быть святым. Праведным – да, человек ещё может быть, может, исполняя нравственные нормы жизни. Какие нравственные? Ну, о которых говорят заповеди. Но это ещё совсем не значит, что их исполняя, я искоренил страсти из своей души. Это совсем разные вещи. Посмотрите, только почитай дневники Иоанна Кронштадтского. Он действительно праведный. Как он пишет о себе? Опять я разозлился, опять я позавидовал. И так далее. Он праведный был, да, вёл себя, но без страстия – нет. А ведь святость в полном смысле слова, то есть это и есть истинная цель, в православии. О, как это редко достижимо. Как это изгнать. Вот в чём дело. Вот так, в этом отношении мы правы. Алексей Ильич, всё правильно. Действительно, святые, такие великие святые, как Антония Великая, как Мария Египетская, это наши, ну, так, флагманы, можно сказать, духовные. Идеалы, да, идеалы духовной жизни. Но даже в Древней Церкви это были исключительные явления. Это не было всеобщим. И мы не можем транслировать такую исключительную, в хорошем смысле, ненормальную святость на полноту церковного народа. Мы не можем им сказать, что вы знаете, вот вы проникнетесь так Евангелием, как Антоний Великий, оставьте всё, и вы спасётесь. Да какой спасётся? Он погибнет. Он через два дня вернётся, совершит какой-то страшный смертный грех, плюнет на всё, отвернётся. Вот как здесь правильно найти ту самую золотую середину, чтобы не отказываясь от внешнего, всё-таки приходить к внутреннему? То есть должны быть совершенно чёткие, как сейчас принято говорить, показатели эффективности, определённые маркеры, наблюдая за которыми, человек может сам себя, как бы, как апостол Павел говорит, сами себя испытываете, исследуете, верили, выходите. Вот, а где эти маркеры? Вот как их можно проговорить для современного человека? Что есть маркеры твоего нормального духовного устроения? Да, я понимаю, понимаю ваше рассуждение, скажу в этом отношении следующее. Плох тот идеал, который не выше нашей головы. Православие как раз показывает этот идеал в том же Христе, в тех же великих святых, говорит направление жизни, к чему мы должны стремиться. И самый главный момент в этом, что всё основное внимание должно быть направлено на состояние своей души. Внешние все действия, все посты, молитвы, посещение богослужения, исповедь, причастие – это средство к, но не сами по себе дающие человеку то, что мы именуем одним словом спасение и, если хотите, даже святость. Так что великие святые – это наши просто некие ориентиры, как звёздочки, по которым там, вон, корабли раньше путешествовали и ориентировались по ним. Да. Вот так. Вот какова основная суть. А то, что святость даётся Христом, но об этом никто не спорит, то, что святые сознавали себя величайшими грешниками, это вообще, скажу, для неправославного, для нехристианина это парадокс. Как это может Макарий Великий, которого называли земным богом, и вдруг говорить «Боже, очисти меня грешного, яко не калише», то есть «никогда же сотворив благое при тобой, я никогда ничего доброго не сделал». К сожалению, вот об этом мало говорится, потому что задают действительно вот такой вопрос, очень точно сфорулировали, очень точно, люди не понимают, как, я, кажется, всё делаю, а уж о том, что за что меня Бог наказал такого безгрешного, это сплошь и рядом. Вы слышите? То есть основной корень, оказывается, противостоящий Христу в человеке, это что такое? Это то, что отцы называют мнение о себе. Как я часто говорю в лекциях, я не фунт изюма. А это же главное православие. Разбойник ничего не сделал правой. Сегодня будешь в раю. А многие, я не знаю, что только делали, он пишет тот же Макарий Великий, какие подвиги, какие труды, получали дары, чудотворения и прозорливости, и потом кончали жизнь самоубийством. Почему? Потому что увидели себя слишком хорошими уже. И Христос... А слишком хорошим? Мне Христос не нужен, значит, меня нечего спасать. Мне только дары нужны, давай, Господи, дары мне, а спасать меня уже нечего. Вы правы. Вот в чём вся суть. И если эта линия будет ослабевать вот это понимание православия, то мы очень легко скатимся до элементарного язычества, и священство может превратиться в жречество, когда исполняют только требы. Ведь у Феофана Затворли какая вещь в одном... Я прочитал в одном у него месте. Он даже так говорит, когда священникам говорят, вот они, так сказать, вот, мало молятся или что-нибудь, а он говорит, да где им молиться, когда это на них такая груда, он протрещит молебен, и всё, молиться ему некогда. Это действительно беда. И он с такими иронией говорит, действительно беда. А когда действительно священник, представьте себе, один из-за других молебны, попробуй здесь сохранить молительное состояние. И людям бы надо сочувствовать, и самому священнику бы надо смиряться. Господи, прости меня, обращаюсь, кажется, к тебе, а на самом деле творю одну пустую форму. Вот так. Вот эти вот вещи чрезвычайно важны, чрезвычайно важны. Это понимание, ибо без него православия нет. Хотя были все посты, и все богослужения, и вся иерархия, и все школы, и всё, что угодно. Если этого не будет, всё обессмысливается. Васильевич, очень жалко, что в духовной академии, в духовной семинарии нет такого курса, на котором бы главный акцент делался именно на учении основам духовной жизни. Вы правы, да. И это должно быть главным предметом. Потому что, обратите внимание, сколько у нас отводится время на то же догматическое богословие. Мы так его расширили до невероятности. На это мы обращаем колоссальное внимание, на всю совокупность вот этих наук. И о законах духовной жизни. Даже слово закон, а какие законы-то? А что там еще и законы есть? Да-да-да. Понимаете? Это, я вам скажу, это беда. Это беда. Кстати, этим страдала старая древолюционная школа. Я вспоминаю, как отец Павел Флоренский в свое время писал, что если законы механики называют железными, то законы духовной жизни следовало бы называть алмазными. То есть, это в то время даже настолько ощущалось, что катастрофическое не хватает вот этого опытного погружения в саму суть христианства. Да-да-да. Саму суть христианства. Да, вы правы. В этом все суть, да. Очень было приятно и радостно с вами беседовать и хочется пожелать вам в усердии не ослабевать, духом пламенеть и продолжать также дальше вдохновлять наших студентов и не только студентов, но и преподавателей. Спасибо, отец Павел. Спасибо. Помоги Бог всем нам. Спасибо. Спасибо.